Тюмень атакуют комары. Горожане активно скупают репелленты в магазинах. То ли еще будет, говорят специалисты. Согласно прогнозам, этим летом будет поставлен рекорд за последние несколько лет. Причем больше будет также мошек и слепней. Когда ждать пик активности, расскажет Любовь Губина. Это устройство-ловушка для насекомых. С ее помощью энтомологи ведут мониторинг. За полчаса налетело сотня комаров и мошек. С самого начала этот научный опыт превратился в охоту на живца. Стоять невозможно все в укусах, но то ли еще будет, говорят эксперты. Численность будет очень высокая. Но по сравнению с прошлым годом, можно сказать, что 2-3 раза будет выше точнее. Численность у нас комаров уже достаточно большая. В течение июня она будет тоже только нарастать. Снижение численности пойдет только в июле. Но при условиях, что не будет второй генерации. Рекорд поставит и слепней. В июле прошлого года было холодно, поэтому насекомых мало. А в этом сезоне слепней ожидается с лихвой. Именно они главный враг для коров. И специалисты прогнозируют большие потери в надоях и прибавке веса. Без средств защиты не обойтись. Мы рекомендуем обрабатывать животных после дойки. За тем, чтобы они выходили на пастбище, уже обработаны. Могли спокойно пастись. И таким образом потери молока минимальны были бы. И разрабатываем те дозы и концентрации, которые позволяют молоко применять без ограничений. Причин такой атаки кровососов несколько. Снежная зима, ранняя весна и, конечно, паводок. По словам экспертов, массовый вылет Гнуса начался на две недели раньше обычного. Комаров и мошек тьма тьмущая даже в черте города. Зона отдыха заречных микрорайонов. Излюбленное место у горожан. Вода потихоньку отступает, но рано радоваться. Еще полно луж, в которых активно плодятся комары. А в проточной воде – мошки. Так что здесь настоящий рай для Гнуса. Будут ли в Тюмени обрабатывать затопленные территории от комаров, пока непонятно. Тем более, что сначала энтомологи должны провести так называемую пробу травы, чтобы удостовериться, что есть личинки. Но на счету каждый день из-за жары Гнуса все больше и больше. Любовь Губина, Александр Вележанин, Тюменское время.